От села Жилино до райцентра Кунгур 15 километров, до ближайшего газопровода 3, но в самом селе газа нет, хотя его жители просят об этом не первый год. У семьи Лыгаловых большой дом, за зиму у них уходит 5 машин дров по 6 тысяч каждая, о газовом отоплении Лыгаловы мечтают давно. Газовое отопление, оно же работает бесперерывно, то есть пришел дома тепло, отрегулировал какую-то температуру, и вот тепло. Сейчас, если мы уезжаем на работу вместе с женой, у нас дома никто не топит, получается. Семья Рагозиных получила участок в Жилино в наследство. Построили здесь дом, хотели с газовым котлом, а пришлось сложить в доме печь. У моих друзей, друзей и знакомых, ну, около газа отопления, у них за зиму уходит в среднем 9 тысяч за отопление. У меня получается где-то около 15 тысяч. Несколько семей, которые получили здесь землю по районной программе «Жилье для молодых», начать строительство не решаются, ждут газ. Уже несколько лет жители села просят об этом муниципальные власти, но чиновники говорят, на прокладку трех километров трубы нужно 20 миллионов рублей из-за особенностей местности. Это в первую очередь пересечение у нас федеральной автомобильной дороги Перми-Катеринбург и пересечение железнодорожных путей. То есть это усложняет, так скажем, проектно-смертную документацию, она может возрасти и в стоимости, и, соответственно, уже возрастает и стоимость строительно-монтажных работ. Выделить такую сумму из бюджета власти не могут. Жителям Жилино она тоже не по карману, даже в складчину. По мнению чиновников, единственный вариант решить проблему – просить о помощи «Газпром». У компании есть своя программа газификации. В ближайшее время глава Кунгурского района обещает переговорить с руководством регионального «Газпрома» о включении Жилино в программу. Но, если окажется, что план компании на ближайшее время уже сверстан, рассчитывать на газопровод жилинцы смогут только через несколько лет. Юлия Долгова, Михаиловсеичек, Жилино, ОТР.